Наше акционерное общество по производству лекарственных средств в Калининграде уже на протяжении 20 лет выпускает лекарственные препараты. Мы успешно поставляем свою продукцию в страны СНГ. Я 10 работаю на предприятии в должности главного инженера. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующее требованиям и стандартам GMP, установка для обезвоживания водных растворов и экстрактов в аппарате кипящего слоя, роторные таблеточные машины, автоматическая линия по упаковке таблеток в полимерную пленку и фольгу и другие высокотехнологичные машины и аппараты. Пять месяцев назад руководство общества решило расширить рынок продаж и поставить свою продукцию в Литву, Латвию, Эстонию. Для выхода на рынок Балтии наша компания планировала начать выпуск лекарства от простуды в порошке. Для увеличения выпускаемой продукции необходима была, по сути, покупка нового, современного гранулятора, который, в принципе, обеспечивал бы производительность порошка не менее 60 кг в сутки. Гранулятор – это вид фармацевтического оборудования, используемый для гранулирования порошковых материалов. По технологии производства наш порошок нельзя увлажнять, и поэтому, принципиально мы искали гранулятор для сухого гранулирования порошков. Выбор гранулятора возложили на меня. Я хотел выполнить задачу в максимально короткие сроки, чтобы, главным образом, иметь возможность работать над другой проблемой, которая неожиданно возникла на участке производства порошка для таблеток. Поломка этого оборудования означала остановку работы всего участка, чего я не смог бы допустить. Когда я приступил к поиску гранулятора и думал, что сразу найду необходимое оборудование. Однако это оказалось не так просто. Сначала я сравнил производителей грануляторов в Европе и Китае. Поиск я осуществлял через интернет. Выбирал по территориальному признаку, срокам поставки, ценовой категории. Среди качественных европейских производителей я нашел три компании, которые, в принципе, предложили хорошие машины, но запросили очень высокую цену, в которую не входила процедура таможенного оформления. Я понимал, что руководство не одобрит выбранный гранулятор и отправит на повторный поиск из-за высокой стоимости. Затем я поискал оборудование у китайских производителей. Здесь вариантов было, по сути, больше. Я отослал им электронные письма, где указал, какую машину я рассматриваю в качестве варианта в четыре компании по производству оборудования в Китае. Однако мне ответили только две. Одна фирма указала, что такое оборудование будет произведено только через пять месяцев, а вторая выслала ответ на китайском языке. Срок пять месяцев меня не утроил, слишком долго, а китайским не владеет никто из наших сотрудников. Мне не хотелось тратить время и деньги на переводчика, и поэтому принципиально решено было, по сути, отказаться от покупки машины у китайского производителя. Я понял, что самостоятельно не смогу решить задачу по покупке гранулятора и решил обратиться к специалисту-посреднику. Я представлял, какая машина мне нужна была, по сути, и поэтому, принципиально обращал внимание только на надежность компании. В интернете я выбрал несколько посредников, один из Китая, два менеджера из России. Свой выбор я осуществлял, просматривая сайт компании. Огромное значение при выборе специалиста имело длительность работы на рынке поставки фармацевтического оборудования, положительные отзывы клиентов и актуальность цен. Сначала я позвонил китайскому посреднику, у него представленная цена на машину была, по сути, ниже остальных. Мне ответила менеджер, которая уточнила, что в цену не входит таможенное оформление, поставка и монтаж оборудования. Общая сумма за машину выходила на порядок больше, чем представлена на сайте. Она меня не устроила. Затем я внимательнее изучил сайт российской компании, посмотрел цены, условия поставки, однако меня насторожило, что эта компания занимается также поставкой обуви и посуды из Китая. Я хотел найти специалиста, в котором я был бы уверен, который, в принципе, поставит мне качественный гранулятор и не затянет с поставкой оборудования. Последний вариант посредников я решил проверить основательно. Проверил компанию в базе предпринимателей России на наличие судебных разбирательств на период деятельности. Прочитал отзывы покупателей об этой фирме. В списках предприятий, находящихся на стадии ликвидации, компания не фигурировала, и отзывы я нашел только положительные. Проверил сайт компании, он мне понравился, современный, структурированный, много видеороликов. Созвонившись с менеджером, я получил хорошую консультацию по желаемому оборудованию. Специалист мои требования предложил гранулятор для сухого гранулирования порошка, прислал мне на электронную почту подробную инструкцию по эксплуатации, где я смог изучить возможности и характеристики машины. Мне понравился его деловой и профессиональный подход. Условия доставки и цена меня устроили, и через неделю мы заключили договор на поставку гранулятора для сухого гранулирования порошка. Гранулятор доставили через месяц после заключения договора, и нам удалось быстро наладить и запустили производство препарат для лечения заболеваний горла. Оборудование оказалось качественным и высокопроизводительным. Исходное сырье засыпается в воронку, размещенную в верхней части машины. Управление процессом происходит посредством шки системы. Я хотел бы заметить, что рассказал менеджеру о проблеме поломки машины на смежном участке. Он посоветовал мне хорошего специалиста по наладке и ремонту оборудования, с которым мы уже работаем и довольны результатом. Я понял, что сделал правильный выбор специалиста для поставки оборудования. Настоящие профессионалы обращают внимание на мелочи, и мне повезло найти такого человека при выборе оборудования.